на фотографии вы видите манджурский орех он кстати очень мясистый помните кто-то сравнивал с европейскими мол орех это манджурский и плодоносит и урожай внутри мякоти нет практически этот мясистый вот но в данном случае я растерялся когда не покупать плохо покупали плохо и тогда я взял и последний момент не выдержал и с юлей посадили несколько десятков садили вот такие видно где росток а где хвост то есть этот корень вот зашли вот так не сказать что густо ну половина зашла перероски все-таки кстати левый ряд видите он они персики тоже не дружно зашли смотрите вот они персики из косточки и вот они эти но что тут будешь делать надо теперь будет продавать поскольку она будет продавать если через сергея может быть по 1000 рублей если он поможет продавать а если сама ну я думаю рублей 600 вот нужны ли они сейчас я вам объясню это я достал фотографию не свежую просто у меня их много вот дело в том что у них отличная схожность прямо лучше не бывает и я это доказывал фотографии немного и вы видели фильмы это из фильма видите это фотография сделана когда я делал фильм вот видрова в нем их полно ну в общем стопроцентно схожи что тут непонятно только зашли плохо но поздно посадил перероски посадил идем дальше о чем пойдет речь сейчас дело в том что уже я успокоился у меня несколько трех литров банова лежит прошло не до сих пор не до сих пор продавать продавал потом выкинул но не каждый год единственное этот дерево продусь каждый год причем с избытком сколько не продать продавать дешевле чем по 30 рублей смысла нет почему да не стоят и вот буквально почему вопрос вернулся буквально неделю назад за последнюю неделю два человека заказали у меня косточки пусть заряжала но поверьте они хорошие у меня в погребе хранились я их достал с погреба я думаю 20 штук ну уже деньги да вот а втором 100 штук а продавал по той самой льготной цене по 15 рублей то есть раз лето и так человек заплатил 2000 получили уже к нему пошли 100 костик я надеюсь он среди нас иначе откуда он произнес эту фразу знаете как он сказал я выращиваю тот который сто штук или 120 20 это тоже роще 20 вот я выращиваю врачу из мажорских орехов вот и что-то там когда-то я прямо сказал ребята нам нужны новые я зациклюсь на этом пусть долго но это очень важно мне нужно быть доказательным итак у нас в стране есть хоть одна роща у нас есть хоть один санаторий с мальдорскими орехами которые в виде огромных деревьев под которыми стоят палатки лежанки вот значит столы и стулья значит шахматные доски карты вот газировка густ пива ну короче представьте такую картину я являюсь чуть ли не до меня может никто не догадался я решил так смотрите объясняю долго упорно а мне если текст то что купил он мне поверил у него кажется кто-то или вырастет целую рощу так допустим теперь что с этого сидел я возвращаюсь допустим вы сами без меня я не стал ничего копировать с интернета все что там написано про манджурский орех про его качество это все правда а вот такой список болезни которые лечит одну реальную болезнь я когда мужик продавал зеленые манджурские орехи на рынке сайденгорске старик мы знакомы как бы издаря ну меня все знали как с этим передач коротких из коротких но с этим передач по телевидению константинович привет торгует по 100 рублей продавал а у него такая вот была чашечка и там 20 примерно орехов вот таких но зеленый еще зеленый покрытых зеленый кольчик а я-то дурак дураком хотя недавно было все года четыре назад или пять недавно а я вершу схваты на это привет привет как дела ты нормально чё торгуешь 100 рублей вот это часть никогда не интересовался вот он растет уже начинал продавать абрикосы а значит вот эти а знаю только что у них мякоть целебно вот это вот зеленую я на стойке делаю лечу колени и чё помогает вот ну это мне-то с чем стал брать и когда я как-то заглянул увидел вот такой список то что лечит листья это зеленая чешуя и оболочка ядрышки там все до стойки я тогда подумал а вы не ожидаете если у меня есть такой значок он очень редкий я им горжусь у меня есть орден я стесняюсь его носить а этот значок я несколько лет носил он приравнивается к ордену изобретатель ссср это очень вспомните у кого из ваших друзей соседям есть это редчайшая вещь что такое изобретатель это ненормальный человек который думает на особицу вот все великие открытия сейчас еще пытаюсь одно открыть одно открытие открыть или закрыть так вот значит все великие открытия совершается дилетантами вспоминайте эти дилетанты все они были дилетантами простой агроном лысенко раз 8 орденов ленина и 2 или 3 государственные премии простой агроном вот сел вот так вот подумал готова подумал готова за каждое открытие по ордену давали мичурин часовых делов ассо чистый сто процентный любитель не не было тогда в науке никого до статусом его уровня вот он и стал академиком и вот получается следующее я уже сто раз говорю у нас мы люди другие нам надо верить хотя бы проверить я предлагаю следующее нужно еще чтобы кто-то купил стоп еще кто-то 100 пусть 20 20 20 надо доказать что если вот эта идея моя еще сколько времени потрачено но я все равно должен рассказать представь себе что если деревья которая уже на особицу которых боятся эти самые насекомые якобы я не верю в это у меня же три дерева соединили с кронами манжурский орех и два самых урожайных груши которые по 40 ветер давали 40 ветер груши 40 ветер поставьте в ряд с дерева с одного поймете и вот это троица я покажу между ними 5-6 метров кроны сомкнулись и урожай дикий и вот эти сказки значит пчел не отпунивает а кто опунил эти груши скажите мне пожалуйста они же самые самые бесплодные почти кто и тогда получается выбираем страхи 9 сделаем такое вывод если вот это вот список достоинств таких необычайных лечебных свойств это это же и запах это аура это аура да сама аура биополе это фитонциды это это все что и вот человек дышит этим то что производят косточки это сама кожура листья 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 их там миллионы все под этим он сидит на лежанке вылечиться или нет ну проверить то надо елки-маталки хочется кричать как тот этот самый хочется кричать как как этот который эврика и голый побежал по улице но все четыре года забывать велики именно да сейчас вспомнил и надо так пора уходить нет саму идею то я не забыл что тело погружено в жидкость и так далее но вы поняли если это открывается таким образом почему нельзя вырастить несколько рощ которые дадут огромное количество орехов орехи это все равно польза вот и можно делать из них у нас есть специальные ореховые вот такие россии нет кто-нибудь занимается фармацептика не знаю но хотя бы не 100 хотя бы 20 чтобы 20 деревьев между которыми густо посаживать 45 метров вот которая займут пару соток всего пару соток можно на пустыре а потом попробовать лечиться там лечиться лечиться а если все это если туда зашел больно а вышел здоровый если пропитался этим духом этим особым состоянием мы в лес ходим почему мы выходим оттуда здоровыми мы знаем что дуб лечит даже зубной боль дуб лечит узнаете об этом попробуйте это не это не секрет и вдруг упускать такую возможность сколько их выбросил каждый год каждый год вот такие выбрасывал ну тут не выдержали нервы посадили мы немножко вот две такие грядки все с юлей потом продаст рублей по 600 это чтоб быстрее в чек а если кто-то купил 20 костик у него все равно 15-20 зайдет секретов никаких схожесть идеальная просится не надо несколько а вот эти вся взял 100 штук ну что мало пусть было бы там 50 по 20 если у меня тысячу костик вот и забирайте все тысячи по 15 рублей как умею убеждать нет нет я часто это делал с абрикосами сливами вишнями вот и каждый раз после моих вебинаров тишина и потом робко робко кто-то видимо несколько дней думать а может не в связи с этим вот случайно нарвался и и тогда у меня появляется заказ а меня вдохновило вот это что 20 заказали и 100 заказали и я заработал и может быть это росицы особые будут а ну а кому не терпится осенью или весной вот это купит это просто обоившись когда я говорю что у меня не бывает плохих семян любуйтесь любуйтесь это не выкупленная груша ну а